привет друзья с вами опять Денис из города Таллина сегодня 21 июня я вам хочу показать одну знаменательную вещь строение нашего города которая очень старая и самая древняя в Таллине сегодня очень сильный ветер очень сильный ветер сносит буквально но не знаю здесь среди вот этой прекрасной сирени как-то поспокойнее и не так сдувает вы знаете когда была сотворена эта крепость она была сотворена примерно в начале 1200-х годов 1200-х годов и называется она Таллинский замок а по другим источникам можно назвать и по-эстонски замок Томбия в общем вот такая вот древняя крепость значит ей около около 800 лет около 800 лет но вот это вот башня которую вы видите наверху вот башня она имеет высоту почти 46 метров от основания вот этот вот холм на котором я стою имеет высоту 50 метров над уровнем моря плюс высота башни 46 без флагштока вот и считайте около 96 метров над уровнем моря вот это вот высота там еще и флаг развивается государственный флаг эстонии государственный флаг эстонии поднимает каждое утро и спускает каждый вечер с флагштока ну а за этим замковым творением парламент республики эстонии находится в обновленном здании парламент республики эстонии а вот эти вот древнейшие стены которые посмотрите как выглядят древнейшие стены просто красота просто красота я не знаю может быть это попозднее уже позднее как-то усиливалась вот я на древние которые повыше самые древние а вот это плетняк это это плетняк это известняк который на котором собственно и стоит эта крепость и свистниковая плата здесь у нас в городе которая образовалась очень-очень давно эта плата она находилась когда-то дном моря видите пласты какие плавали рыбы падали раковины все это окаменело миллионы лет назад море отступило плата осталось и на нем замок самый старый замок далина ну а за замком парламент как я уже говорил тут он в расщелинах трава уже поселилась растет во всю парламенте депутаты эстонские заседают которые получают зарплату около четырех тысяч евро там даже и больше потому что у них там доплаты идут за всякое там использование транспорта своих командировках самолетов на перелеты и всего прочего так сейчас попробую спуститься вниз очень круто очень президент эстонии получает где-то оклад чуть больше 5200 евро по последним данным но у нее там еще и дотация она раньше работала на женщина-президент сейчас недавно парламент избрал но вообще-то у нас парламентская республика в эстонии и президент имеешь же права как в германии то есть но практически фигура маловлиятельная она там может распустить парламент и все ну главный верховный главнокомандующий типа того основные политические политические все рычаги власти находятся у премьер-министра у премьер-министра в эстонии три партии стоят у власти три партии образует тройственный союз вот а всего в парламенте 6 партий сейчас у нас эти три партии образуют лево центристскую такую позицию в парламенте и немножко с отклонением влево чтобы в беднякам жилось чуть-чуть чуть-чуть полегче вот это вот башня она была сооружена намного позже чем сам замок ребята сам замок имеет возраст начала 1200-х годов построен датчанами датчане изгнали эстонцев с этого холма и построили свою крепость а башня башня была построена в 1400-х годах вот и она была сначала поменьше а в 1400-х под конец этих годов она стала вот именно такого вот роста высоты называется башня длинный герман вот так да ну а парламенте что еще сказать 6 партий я уже сказал лево-центристская направленность правительства я уже сказал и если верить им они хотят не только в таллине бесплатные автобусы сотворить но еще их хотят сделать по эстонским районам тоже пустить бесплатные автобусы вот смотрите какая красота пища если они притворят это в жизнь это будет прекраснейший социализм если еще по районам ты можешь из деревни тогда поехать в райцентр района абсолютно бесплатно если это будет то большое им за это спасибо вот такое самое древнее здание таллина друзья ветер порыв просто ужасающий с вами был денис до новых встреч до свидания до свидания до свидания до свидания